Тут есть. Давайте тогда переходить к делу. Давайте вспомним прошлый раз. В прошлый раз мы с вами ввели понятие меры. Кто может сказать, что такое мера? Что мы называем мерой? Функцию удовлетворяющую нашим свойствам двум. Во-первых, функция задана где? На полукольце. Изначально мы брали на полукольце, но это любая функция множества. То есть функция, которая ставит соответствие множеству некоторое число. И она должна удовлетворять каким требованиям? Ну, не отрекательность. И чтобы она представлялась... Ну, если наше множество разбивается на дизъюнкные подможества... Объединение. Да, то получается, что наши меры от этого множества должны равняться сумме множеств. Да, это называется как? Аддитивность. Аддитивность. Спасибо, Игорь. Да, то есть мера – это неотрицательная, аддитивная функция, заданная на множествах. И дальше мы с вами посмотрели несколько примеров, как можно определить, как можно задать меры. Ну, на прямой, да, в основном мы смотрели. Да, можно взять, да, меру любого промежутка, равную длине этого промежутка. Да, это будет мерой. Можно взять меру с плотностью, то есть меру промежутка вычислять как интеграл от некоторой функции, да, которая называется плотностью. Эта функция должна быть неотрицательной. Мы посмотрели меру Лебега-Стелтьеса. Да, если задана производящая функция, неубывающая и непрерывная слева, то мы можем определить меру любого промежутка, да, от А до Б. И в зависимости от того, включается конечная точка или не включается, да, там по-разному берутся, где-то берется значение функции, где-то предел. Если она непрерывно слева, то... Да, с левой точки, в левой точке неважно, да, предел равен значению, а в правой точке можно брать либо значение, либо предел справа. Так, еще мы посмотрели дискретную меру. В общем-то, это частный случай меры Лебега-Стелтьеса, получается. То есть для дискретной меры можно тоже задать производящую функцию. Да, дискретная мера – это мера, заданная на конечном множестве точек. Ну и это вот вероятностная мера, к которой вы привыкли в теорию вероятностей. Так, и дальше мы с вами говорили о продолжении меры с полукольца множеств на минимальное кольцо над этим полукольцом. Да, здесь можно аналогии проводить, если в качестве полукольца брать множество прямоугольников на плоскости, да, то минимальное кольцо над этим множеством – это будет какое множество? Так, соображайте, пожалуйста. Если у нас есть множество прямоугольников на плоскости, прямоугольники со сторонами параллельными осям координат, то есть мы их никак не поворачиваем, что такое минимальное кольцо над этим множеством? Меня слышно? Так, меня не слышно? Да, слышно. Да, слышно. Ну просто все конечные объединения. Да, все задумались, поэтому у вас было не слышно. Значит, минимальное кольцо – это будут всевозможные объединения конечного количества прямоугольников. Да, как это называется? Какие это множества? Клеточные множества, да. Клеточные или элементарные, и так и так мы их называем. Да, то есть вот минимальное кольцо над множеством прямоугольников – это набор клеточных множеств. И вот если мы умеем находить меру прямоугольника, то мы можем продолжить эту меру на множество клеточных множеств, и мы можем определить меру для любого клеточного множества. Каким образом? Мы представляем клеточное множество как дизюнтное объединение прямоугольников, то есть объединение непересекающихся прямоугольников. Меру каждого прямоугольника мы знаем, а дальше мы складываем меры всех прямоугольников, их конечное число, и получаем меру клеточного множества. И вот в прошлый раз мы сформулировали и доказали теорему, что всегда мы можем продолжить меру с полукольца на минимальное кольцо, и при том единственным образом. И вот это продолжение строится именно так, через аддитивность. И дальше мы доказали теорему, которая называется полуаддитивность меры. Там два неравенства. В одном случае, если дизюнтное объединение содержится в множестве А, то сумма мер будет меньше либо равна мере множества А. И наоборот, если А содержится в каком-то объединении, то мера множества А не превосходит суммы мер тех множеств, объединения которых мы взяли. И дальше мы поговорили еще про счетную аддитивность. Что такое счетная аддитивность или сигма-аддитивность? Что это такое? Ну, у нас теперь операция объединения разрешена для счетного числа множества. Что значит «разрешена»? Что, мы можем объединять теперь? Не-не-не, у нас теперь суммировать в тех, у нас можно просуммировать по всем. Да, да, то есть мы можем суммировать не просто конечное, число, да, слагаемых, а счетное число. Да, и тогда у нас получается сумма ряда, и вот этот ряд будет сходиться к мере дизюнтного объединения. Да. И мы с вами, да, вот последнее, что мы сделали в прошлый раз, мы доказали теорему о том, что если исходная мера, заданная на полукольце, сигма-аддитивна, то тогда ее продолжение тоже будет сигма-аддитивно. Да, и вот эта теорема, она позволяет, да, получать сигма-аддитивные меры, да, вот строить продолжение. Так, ну вот сегодня мы дальше будем продолжать меры, да, и вот тема, да, вот и сегодняшней лекции, хотя я сегодня планирую две лекции, нам надо как-то с вами наверстывать, мы отстаем, ну, наверное, с перерывом сделаем. Сегодняшняя тема, давайте ее так назовем, это внешняя мера и мера либега. Внешняя мера и мера либега. У меня вот два звука пропал. Так, наверное, я просто молчу. Я как-то сложно писать и говорить одновременно. Так, все нормально, да, слышно? Так, ну что ж, давайте, да, вот введем наше стандартное обозначение. Надеюсь, вы уже немножко привыкли к ним. Значит, давайте возьмем, да, вот сигма большое. Это у нас будет полукольцо множеств. И вы вспоминаете, что такое полукольцо. И не просто полукольцо, а полукольцо с единицей. Вот полуалгебра так не говорят, но полукольцо с единицей. Единицу обозначим множеством е большое. Итак, все вспомнили, что такое полукольцо? Это такая система множеств, в которой что? Обозначение любых элементов лежит в полукольце. И дистинкутное объединение, кажется, конечное. Сейчас, нет. Вот объединение не лежит в полукольце. Ну, не обязательно лежит. А если мы возьмем два множества, одно из которых лежит в другом, то их разность мы можем представить в виде дизинкутного объединения элементов полукольца. То есть вот набор прямоугольников – это полукольцо. Потому что разность двух прямоугольников… Где-нибудь сбоку. Вот есть один прямоугольник, есть другой прямоугольник. И вот их разность, то есть вот такой прямоугольник с дыркой, вот мы его можем разбить на конечное число прямоугольников. А вот это полукольцо. Ну и пересечение двух прямоугольников тоже всегда есть прямоугольник. Итак, да, мы возьмем исходное множество – это полукольцо с единицей. Помните, да, все, что такое единица? Скажите кто-нибудь, что это такое? Ну, объединение с ним любого элемента – это элемент. Объединение дает единицу, а пересечение с самым элементом. Ну, то есть, да, можно сказать, что это множество, которое содержит в себе все другие элементы полукольца. Да, и само лежит в полукольце. То есть на примере прямоугольников это, ну, какой-то там большой прямоугольник, вот в котором мы находимся. Да, и за который не выходим. Да, вот эта единица. Так, и возьмем еще множество М, большое, даже небольшое, а готическое. Это множество всех подмножеств. Множество Е. Множество всех подмножеств. Множество Е. Так, ну, определение. Вот основное на сегодня. Внешней мерой. Внешней мерой. Множество А. из М. Называется вот такая величина. Будем обозначать ее мю со звездочкой. Это общепринятое обозначение для внешней меры. Это инфимум. Это инфимум суммы мер B и тых. Ну, здесь, да, сумма по И. где Б и т, да, вот набор множества Б и тых. Образует покрытие множества А. Покрытие А. Что такое покрытие? Это такое множество, это набор таких множеств, что их объединение, не обязательно дизюнкное, содержит множество А. Да, то есть, вот объединение множеств Б и тых, ну, как бы, да, накрывает множество А. Ну, где Б и тые берутся из исходного полукольца. Итак, внешней мерой множества А называется точная нижняя грань суммы мер множеств, которые образуют покрытие нашего множества А. Ну, давайте какую-нибудь картиночку здесь нарисуем. Допустим, вот множество А у нас. Да, какое-то такое. И мы строим покрытие, ну, допустим, прямоугольниками, да, полукольцо. Предположим, что это множество прямоугольников. Значит, мы рассматриваем всевозможные наборы прямоугольников, да, такие вот объединения которых содержат множество А. Да, представили себе картинку такую. Да, и вот рассматривая все возможные такие наборы, мы каждый раз складываем меры прямоугольников, да, то есть мы предполагаем, что на полукольце у нас задана какая-то мера мю. Да, давайте это, да, подпишем. Значит, мю – это мера на сигма. И вот здесь возникает вопрос, почему инфимум существует? Вдруг его нет? Точная нижняя граница. Вот что достаточно показать, чтобы утверждать, что точная нижняя граница существует? Непрерывность. Ой, нет, слишком круто. Попроще. Каким должно быть множество вот этих сумм, чтобы у него существовало инфимум? Ну, то есть у любого ли множества существует точная нижняя граница? Ну, числовые множества, конечно, мы берем. Ограничено должно быть. Ограничено снизу, да, должно быть? Инфимум, потому что. То есть если множество ограничено снизу, то у него всегда существует точная нижняя граница. Да, вот это из первого семестра известно. Да, просто из свойств инфимума. Ну, а смотрите, у нас вот это множество, да, это сумма мер. Меры у нас неотрицательные. Да? То есть у нас каждая вот эта мера, она неотрицательна. Значит, их сумма тоже неотрицательна. Ну, значит, у нас вот сумма мер, она всегда неотрицательна. То есть это множество, оно всегда ограничено снизу нулем. И, значит, инфимум у него существует. Ну, и самое маленькое возможное значение – это ноль. Да, но важно, что вот это определение корректно. Да, вот этот инфимум, он всегда найдется. Ну, и тогда внешней мерой называется вот этот инфимум. Так, ну, давайте смотреть, какие свойства есть. Итак, свойства внешней меры. Нам эти свойства, они пригодятся в дальнейшем, поэтому здесь давайте внимательно смотреть. Итак, ну, во-первых, если множество А представимо в виде, давайте даже так, является элементом минимального кольца над сигма. Чему тогда будет равна внешняя мера множества А? Ну, на примере прямоугольников тут довольно просто получается. Да что такое, что означает, что А принадлежит минимальному кольцу? Это значит, что А представимо в виде... В каком? Через объединение наших элементов. Дизюнктное объединение конечного количества элементов из полукольца. Правильно? Да, мы так строили минимальное кольцо. Да, по определению минимальное кольцо – это кольцо, содержащее сигма и лежащее в любом другом кольце, содержащем сигма. Да, дальше у нас была теорема о том, что минимальное кольцо можно строить вот таким образом. Да, брать всевозможные дизюнктные объединения элементов полукольца. Да, если А является элементом минимального кольца, то А, ну, вот, раскладывается по элементам полукольца. И на примере прямоугольников, что это такое? Если сигма – это множество прямоугольников, то R от сигма – это что? Все объединения, получается, от этих. Ну, как это называется? Какие-то множества? Уже вспоминали сегодня? Клеточные множества. Клеточные множества, да. Ну, так что можно сказать про меру клеточного множества? Мы ее умеем считать, правда? Слушайте, если я вам нарисую какое-нибудь клеточное множество по клеточкам, вы же найдете площадь, правда? Потому что вы умеете площадь прямоугольников считать. Так, это непонятно сейчас? Понятно. Так, понятно. Ну, так чему тогда равна мера множества А? Ну, давайте тогда внешнюю меру мы ищем. Что такое внешняя мера? Да, это инфимум по всем покрытиям. Ну, так если само множество А вот такое, да, то оно является своим покрытием. Да, множество А, ну, входит, да, само в себя. И тогда у нас просто получается сумма мер боитых, правильно? Ну, то есть инфимум совпадает просто вот с этой суммой. Ну, а это то же самое, что продолжение меры с полукольца сигма на минимальное кольцо. То, что мы в прошлый раз обозначали мюштрих. Да, в прошлый раз мы с вами строили вот такую конструкцию. Да, то есть строили меру клеточного множества как сумму мер составляющих его прямоугольников. Да, или меру множества из минимального кольца как сумму мер множеств из полукольца. Да, и тогда получается, что если А является множеством из минимального кольца над сигма, то внешняя мера просто совпадает вот с продолжением меры полукольца на кольцо. Ну, или просто совпадает с мерой множества А, которую мы уже считать умеем. То есть для хороших множеств внешняя мера совпадает, да, вот с обычной мерой. Ребят, это понятно? Так, непонятно. Задавайте вопросы. Что именно непонятно? А меня слышно? Да. Да, слышно. Так чего, понятно или непонятно? Так, я это связываю с тем, что как-то прошлая лекция забылась. Да? О, Денис пишет. Понятно. Так, получается, одному человеку понятно. Правильно я понимаю? Так, ну ладно, поехали дальше. Может, мы еще раз к этому вернемся, еще раз будем проговаривать. Так, значит, какие еще у нас свойства? Полуаддитивность. Давайте так ее запишем. Так, ладно, определение пока не буду двигать. Если некоторое множество А содержится в объединении, необязательно дизюнгном, других множеств АИТах, по всем И, то тогда внешняя мера множества А не превосходит суммы мер АИТах. Тоже по всем И. Суммы, так, что я написала? Суммы внешних мер АИТах. Вот так, по всем И. Ну, смотрите, что здесь написано. Вот это включение означает, что множество АИТы образует покрытие множества А. Да? При этом сами множества АИТы, но они могут быть, ну, какие угодно. То есть они не обязательно там из полукольца или из минимального кольца. Они какие угодно. Но тогда для внешней меры выполняется вот такое неравенство. Почему это верно? Ну, это следует просто из свойств инфимума. Да, если мы каким-то образом увеличиваем вот правую часть, да, то есть то множество инфимума, от которого мы берем, то между инфимумами сохранится вот эта неравенство. Да, и мы можем... Да, если одно множество входит в другое, то вот такое неравенство для инфимумов оно сохранится. То есть увеличивая, да, вот это множество, мы не можем уменьшить инфимум. Так, ну, давайте дальше. Следствие, которое отсюда получается, то, что называется монотонностью. Да, давайте сюда подпишем. Это полуаддитивность. Так, и третье свойство, так называемое монотонность. Если я вот здесь в качестве аитых возьму какое-то одно множество, назовем его B. То есть если A содержится в множестве B, то тогда внешняя мера множества A не превосходит внешние меры множества B. Да, вот это называется монотонностью мера. Почему это верно? Ну, с одной стороны, можно сказать, что это из предыдущего просто, да? То есть здесь вот сумма из одного слагаемого. Ну, а можно и по смыслу понять. Если у нас множество A содержится в множестве B, то любое покрытие множества B будет являться также и покрытием множества A. Согласны? Да. Ну, значит, инфимум по всем покрытиям множества A не может быть больше, чем инфимум по всем покрытиям множества B. Хотя бы потому, что инфимум по всем покрытиям множества B сейчас, хотя бы потому, что все покрытия множества B являются также покрытиями множества A. Да, другое дело, что, может быть, там есть какие-то покрытия с меньшей вот этой суммой. Поэтому знак вот такой. Так, ну и последнее свойство, которое мы запишем, вот такое. Тоже в каком смысле полуаддитивность. Внешняя мера объединения двух множеств не превосходит суммы внешних мер. Что-то у меня интернет отвалился, но сейчас вроде нормально. Так, ну вот такие свойства. Значит, все они, получается, следуют из определения внешней меры, что это инфимум суммы по всем покрытиям, и из свойств инфимума. И вот обратите здесь внимание на то, что вот эти покрытия, они берутся всевозможные, то есть они могут быть конечные. Они могут быть счетные. И вот, да, это нам сейчас не важно. Важно, что мы берем инфимум суммы мер всех множеств. Так. Ну дальше мы тогда можем сказать главное определение. Второе главное определение. Множество А называется измеримым по либегу. Множество А называется измеримым по либегу. если для любого эпсилон. Так, ну давайте потихонечку продолжать. Значит, вот мы с вами ввели понятие внешней меры. Да, что здесь важно. Здесь важно, что вот внешнюю меру мы можем определить для любого множества. Неважно, оно там в полукольце, в кольце, или вообще оно какое-то страшное, непонятное. Да, вот внешняя мера для него всегда определяется. Да, мы его покрываем, или накрываем, наверное, правильно говорить, вот всевозможными покрытиями. Да, и считаем инфимум суммы элементов покрытия. Да, и этот инфимум, он всегда существует. Так, теперь у меня не двигается. Что ж такое? А у нас движется курсор. Нет, у меня... А, вот. Доска не движется. Знаете, в одной аудитории на Ломоносова есть доска меловая такая. Но она вроде не старая, но она огромная, тяжеленная, и она поднимается наверх, а под ней еще одна доска. Вот чтобы ее поднять, там нужны очень большие физические усилия. Прям вот она тяжело поднимается. А у нас, кажется, консультация была. Вот, может быть, да. В общем, у меня ностальгия по аудиториям. Не знаю, как у вас, но мне очень хочется уже писать на настоящей доске. Вот, и смотреть в глаза всем студентам. Так, ну ладно. Значит, вот внешнюю меру мы определили. Да, и теперь мы назовем множество А измеримым по либегу, если для любого эпсилон большего нуля найдется такое множество B из минимального кольца R от сигма. Да, по-прежнему у нас сигма – это полукольцо. R от сигма – это минимальное кольцо над сигмой. Да, и вот найдется такое множество B, что внешняя мера симметрической разности множества А и B меньше эпсилон. Итак, еще раз. Множество А называется измеримым по либегу. Если для любого эпсилон больше нуля найдется такое множество из минимального кольца над полукольцом сигма, что внешняя мера их симметрической разности, то есть множество А и B, меньше эпсилон. То есть множество B приближает множество А в таком смысле. Давайте что-нибудь нарисуем. Предположим, множество А какой-то вот такой округлой формы. Ну и предположим, что у нас полукольцо – это полукольцо прямоугольников. Ну тогда R от сигма – это множество клеточных множеств. И тогда мы рассматриваем всевозможные клеточные множества. Ну, допустим, какое-то вот такое. Да, такие, что внешняя мера симметрической разности оказывается меньше эпсилон. Что такое симметрическая разность? это вот объединение вот этих вот кусочков. То есть кусочков, на которые эти два множества отличаются. Ну вот в каком-то таком смысле. да, не очень строгом. Да, ну вот зеленым сейчас закрашена симметрическая разность. И вот она, ее внешняя мера должна быть меньше эпсилон. То есть она в каком-то смысле должна быть маленькой. Да, и вот если мы можем вот эту симметрическую разность сделать сколь угодно маленькой, выбирая множество B из минимального кольца, то тогда множество называется измеримым по Лебегу. Так, это понятно? Да, понятно. Ну и сюда же, в продолжение к этому определению, тогда мы можем определить саму меру Лебега. Ну, давайте я как отдельное определение все-таки. Да, это важное понятие. Значит, мера μ, определенная на множестве измеримых множеств. Итак, мера μ, определенная на множестве измеримых по либегу множеств и совпадающие с внешней мерой, с внешней мерой μ, со звездочкой, называется либеговым продолжением. Меры μ, называется либеговым продолжением. Меры с кольца r от σ. Итак, еще раз. Мы построили внешнюю меру. Теперь мы определили множество измеримое по либегу. Это такое множество, которое можно приблизить множеством из минимального кольца. Вот таким вот образом. И вот множество всех измеримых множеств. Мы рассматриваем множество всех измеримых множеств. И на этом множестве внешнюю меру мы называем либеговым продолжением меры, заданной на множествах b. Ну и часто эту меру называют просто мерой либега. Так вот, вдумайтесь, пожалуйста, и скажите, понятно ли это. То есть мы определили, что такое измеримое по либегу множество. Ну или просто измеримое, да, будем короче говорить. Да, и теперь на всех измеримых множествах мы задаем вот эту внешнюю меру и называем ее просто мерой. То есть звездочку для измеримых множеств мы теперь можем опустить и называть это просто мерой мю. Так, ну с этим надо, конечно, свыкнуться. Давайте сейчас свойства измеримых множеств обсудим. Свойства измеримых множеств. Ну и эти свойства нам в дальнейшем понадобятся, чтобы свойства меры устанавливать. Так, ну, во-первых... Так, во-первых, если... Там что-то у кого-то звуки какие-то? Ребят, микрофон выключите. Вы можете пока Артем отсутствует, просто его звук на ноль поставить, и все. Вот я не умею. Ну, так, значит, на вот кнопку мыши пользователю и двигаете поздно. А, во, громкость. Так, это не тот оказался. Главное, чтобы обратно включить. Так, нет. Так, ну что ж, вот измеримые множества, да, что хорошего там есть. Ну, во-первых, вот такое простенькое свойство. Если внешняя мера множества А равна нулю, что тогда можно про множество А сказать, как вы думаете? Чего? Чего? Как-то оборвался голос. Чего? Не, непонятно. Так, помогайте еще. Внешняя мера множества А равна нулю. То, а какое? Ну, пустое. Нет, 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 нет. Это слишком, слишком сильно. Так, у нас свойства измеримых множеств, да? Ну, это, конечно, не совсем свойства, да? Это скорее признак. Ну, ладно уж. Это объединение пустых, не знаю. Не, ну, объединение пустых тоже пусто. Будет ли А измеримым? Вот я утверждаю, что если внешняя мера множества равна нулю, то тогда А измерима. Обратите внимание, в определении измеримого множества у нас внешняя мера берется не от множества А, да? А от симметрической разности с каким-то множеством Б. А вот здесь утверждается, что если внешняя мера самого множества А равна нулю, то тогда А измерима. Ну, а раз А измерима, то тогда его внешняя мера – это просто его мера. Да? И тогда отсюда еще следует, что вот сама мера множества А равна нулю. То есть это множество нулевой меры. Оно не обязательно само пустое. Да, у него просто бера – ноль. Ну, как, например, мера… На R мера отрезка, состоящего из одной точки. Да, вот длина такого отрезка – ноль. Ну, хотя это не пустое множество. В нем есть одна точка. Так. Ну, давайте докажем. Можете предложить что-нибудь для доказательства? Нам что? Нам нужно доказать, что А измерима. Да? Так, меня слышно сейчас? Что-то все молчат? Да, слышно, слышно. Итак, нам нужно доказать, что А измерима. Да, вот у нас определение еще осталось. Да, это значит, что найдется такое множество B из минимального кольца. Да, то есть хорошее множество B. Вот такое. Такое, что внешняя мера. Их симметрической разности меньше эпсилон. Ну, предложите множество B какое-нибудь. Вот. Нужно, чтобы оно нашлось? Найдите его. Пусть B какое. О, Денис. B пустое. Спасибо. Давайте возьмем в качестве множества B пустое множество. Видите, даже без микрофона можно. Можно говорить умные вещи. Итак, давайте возьмем в качестве множества B пустое множество. Да, тогда вот мы берем внешнюю меру вот такой симметрической разности. Что такое симметрическая разность с пустым множеством? Что получится в скобках? Само множество. Само множество А, конечно. Конечно, пустое множество нам дает симметрическую разность, равную самому множеству А. Ну, а внешняя мера по условию равна нулю, ноль, всегда меньше эпсилон. Да, просто потому что эпсилон положительный. Ну, вот, пожалуйста, нашлось такое множество B. Конечно, пустое множество всегда принадлежит минимальному кольцу. Ну, и все. Отсюда следует, что А измеримо. Ну, а значит, и мера его равна нулю. Так, хорошо. Следующее свойство чуть-чуть посложнее. Если множество А измеримо, измеримо по либегу. Я везде это имею в виду. То тогда его дополнение до единицы, то есть множество Е минус А, тоже измеримо. Итак, если множество А измеримо, то его дополнение до единицы тоже измеримо. Так, ну, давайте будем доказывать. Да, вот мы знаем, что множество А измеримо, то есть существует такое множество B из минимального кольца над сигмой. Да, такое, что внешняя мера множества А, асимметрическая разность B, меньше эпсилон. Так, ну, как вы думаете, какое множество надо взять для множества Е минус А? Вот для множества А нашлось множество B, которое делает множество А измеримым. А для множества Е минус А? Дополнение к B. Дополнение к B. Да, давайте возьмем Е минус B. Ну, тут первый вопрос. Да, будет ли оно лежать в минимальном кольце? Ну, это у нас по второму свойству кольца. Если А принадлежит, то дополнение принадлежит тоже. Да, да. Но у нас тут даже не кольцо, у нас получается алгебра, да, потому что у нас есть единица, да, и в алгебре мы можем переходить к дополнению. Так, значит, да, возьмем вот это множество. Оно принадлежит... Так, ну, плохо сейчас получается. Пусть, да. Просто не пусть, да, просто вот это множество. Оно тоже принадлежит, R от Sigma. И что мы знаем? Вот мы хотим теперь смотреть симметрическую разность дополнения множества А с дополнением до множества B. Что здесь можно сказать про такую симметрическую разность? Ну вот, если это попытаться упростить. Да, здесь у нас три действия. Так, это симметрическая разность... Вот так, да? Это симметрическая разность множества А и B. Ну вот такое свойство мы писали когда-то в самом начале, когда вот просто про симметрическую разность говорили. Вот это верно. Да, то есть симметрическая разность дополнений равна симметрической разности самих множеств. Ну и тогда, если мы знаем вот внешнюю меру до этого множества, то она получается такая же, как и эта. И тогда отсюда следует, что множество Е минус А измеримо. То есть это просто свойство симметрической разности и то, что мы можем переходить к дополнению в минимальном кольце. Это вроде тоже получилось не очень сложно. Так, а вот следующее свойство уже будет сложнее. Если два множества, я их назову А1 и А2, измеримы, то их объединение тоже измеримо. Итак, объединение двух измеримых множеств измеримо по Лебегу. Так, и вот это давайте будем доказывать. Ну, начнем с того, что запишем определение того, что А1 и А2 измеримы. Это значит, что найдутся такие два множества, B1 и B2 из R от Сигма. Такие, что внешняя мера симметрической разности А1, B1 меньше, чем эпсилон. Но я возьму здесь эпсилон пополам, а так будет удобнее. И второе такое же неравенство. Внешняя мера А2 и B2 тоже меньше, чем эпсилон пополам. Так, и теперь я напишу вот такое утверждение. Вот в конспекте оно у меня доказано. Значит, да, утверждение. Но сейчас я, наверное, не буду это доказывать. Здесь просто я работаю со множествами. Значит, вот такое объединение множеств А1, А2 и взятая симметрическая разность с объединением множеств B1, B2. Значит, вот такое множество содержится в объединении симметрических разностей. А1, B1 и А2 и B2. Итак, вот я утверждаю, что такое включение верное. О, я тут опечатку заметила у меня. У меня вот в этом месте тут что-то не то написано. Вот так должно быть. Значит, это включение, ну, как его доказать? Надо взять произвольный элемент из левой части, да, вот из левого множества, и показать, что он, да, этот элемент принадлежит правой части. Да, и тем самым мы докажем это включение. Да, вот у меня в конспекте это проделано. Проделано. Но сейчас я не хочу тут просто, да, вот. Да, просто математическая логика. Применяется и все, операции с множествами. Так, ну, и вот что тогда мы можем сказать? Да, раз у нас есть такое включение, то тогда внешняя мера вот этой левой части, то есть симметрическая разность вот таких объединений 1, А2 и B1, B2. Так, меня слышно сейчас? Да. Все молчат? Так, следите, да. Значит, внешняя мера, да, вот левой части не превосходит внешнюю меру правой части. Так, ну а здесь у нас получается внешняя мера объединения. Да, она в свою очередь не превосходит чего? Сумма. Сумма, да, сумма внешних мер. Вот для этого нам и нужно было вот это включение. Значит, это внешняя мера вот такой симметрической разности плюс внешняя мера второй симметрической разности. ну а каждый из них меньше, чем эпсилон пополам по построению вот этих множеств B1, B2. Так, ну смотрите, что получается. Для любого эпсилон больше нуля найдутся два таких множества B1, B2 из кольца. Да, такие, что вот они приближают множество 1, A2. И смотрите, что получается. Если мы рассмотрим множество вот такое, давайте я его подчеркну, да, симметрическую разность объединения A-шек и объединения B-шек, да, то вот внешняя мера такого множества меньше, чем эпсилон. То есть вот нашлось множество. Да, если B1 и B2 из кольца, то их объединение тоже из кольца. Да, вот здесь важно, что объединение B1, B2 лежит в R от сигма. Да, то есть мы можем его использовать для приближения объединения множества 1, A2. Да, что внешняя мера вот этой симметрической разности меньше эпсилон. То есть вот у нас определение измеримого множества получается. Следовательно, A1, объединенное СА2, является измеримым по Лебегу. И тогда доказательство завершается. Так, ребят, смотрите, вопросы. Ну, доказательство вот этого включения, да, вы посмотрите, там несложно, но все же, да, чтобы вы умели такие вещи делать. Так, ну, дальше. Дальше вот еще, да, можно сказать, следствие из этого свойства такое. Если A1 и A2 измеримы, то тогда будут измеримыми и их пересечения, разность и симметрическая разность. Эти тоже измеримы. Итак, пересечения, разность, симметрическая разность, измеримых множеств тоже дают измеримое множество. Но для доказательства здесь мы будем пользоваться двумя предыдущими свойствами, то есть объединением и что там у нас было? Дополнение, да? Ну, и тогда нам нужно, да, вот эти действия со множествами выразить через объединение и дополнение. Ну, с пересечением, наверное, вы умеете делать, да? Как выразить пересечение? Ну, по этому деморгану... Да-да, по этому самому деморгану. Ну, так что будет? Нет, не... Сейчас... Не... Это дополнение, да? Да. Так, значит, дополнение... Вот А объединить... А1 объединить, А2. Не А. Нет? Пересечение — это не дополнение к объединению. Но очень похоже. Объединение — тоже дополнение, да, наверное? Да, да, надо объединять дополнение. То есть дополнение множество А1 объединить с дополнением множества А2 и взять ко всему этому дополнение. Вот так. Ну, и что получается? Да, мы доказали, что дополнение... Если А2 измеримы, то их дополнение измеримо, да? Теперь объединение двух измеримых измеримо. Ну, и еще раз дополнение. Да, значит, вот отсюда следует измеримость пересечения. Ну, с разностью еще проще. Как выразить разность? Теперь мы можем и пересечением пользоваться. Объединение минус пересечение. Объединение. Да. Так. 1, А2. Минус пересечения. Например, сейчас. Нет, это симметрическая разность. Да? Для симметрической разности это верно. Хорошо. Ну, а просто для разности очень хочется. Ну, просто А1 минус пересечения. Сейчас. Минус нельзя. Симметрическая разность пересечения. Да. Нет. Да, да. А, так правильно. Чего? Как? Здесь можно треугольник поставить и пересечения. Нет? Вот так. Ну, вроде, да. Ну, да, похоже на правду. Вроде, да. Я не так хотела. Я хотела вот так. А1 пересечение с дополнением. А2. Ну, это вроде то же самое. Да? Да. Наверное, это то же самое. Значит, да, или. Вот так. Ну, смотрите, что получается. Да, вот если два множества измеримы, то тогда, ну, вот любые действия с этими двумя множествами, да, то есть объединение, пересечение, разность, симметрическая разность тоже дадут нам измеримые множества. Ну, и вот давайте пятым свойством напишем, да, такой вывод вот из всех этих свойств. Что получается? Если мы можем два множества объединять, пересекать и так далее, то и любое конечное количество измеримых множеств мы можем объединять, пересекать, брать разность, симметрическую разность, и мы получим измеримое множество. Что тогда можно сказать про множество измеримых множеств? Если в нем содержится конечное объединение, конечное пересечение, какая структура? Вот. Можно ли что-то хорошее про него сказать? Ну? Эй-эй. Так, меня слышно? Вы все задумались, да? Является кольцом? Да, является кольцом. Множество измеримых множеств это кольцо множеств. Можно ли лучше сказать? Что может быть лучше кольца? Алгебра. Алгебра. Является ли оно алгеброй? Да. Ну, это вопрос, есть в нем единицы или нет. Если вот вернуться к самому началу, да, мы с вами говорили, что у нас вот самое исходное полукольцо, которое мы брали, да, это полукольцо с единицей. То есть мы с самого начала предполагали, что у нас есть единица. Но так вот эта единица, она по-прежнему у нас есть. Мы от нее еще не отказывались. Тогда алгебра. Да, тогда алгебра. Значит, это кольцо множеств, и это алгебра множеств. то есть множество измеримых множеств по ли бегу является алгеброй. На самом деле мы могли бы изначально отказаться от наличия единицы. Да, и мы могли бы строить, да, тогда внешнюю меру. Ну, что бы у нас получилось? Алгебра уже не получилась. Да, тогда бы это было уже... Но мы могли бы получить... Так, что бы мы могли? Дельта кольцо мы бы могли получить. Да, то есть со счетными пересечениями, но с несчетными объединениями, с конечными объединениями. Да, ну вот сейчас, да, мы как бы предполагаем, что единица есть, и тогда это алгебра. Так, ну вот дальше мы с вами будем смотреть свойства меры Лебега, заданной на вот этих измеримых множествах. Да, то есть теперь мы считаем, что мы продолжили меру с... Да, вначале с полукольца на кольцо, теперь уже с кольца на более широкий класс множеств, множество измеримых множеств, да, или алгебра измеримых множеств. Да, и вот эту уже продолженную меру мы называем мерой Лебега. И вот дальше, да, возникает вопрос, какие хорошие свойства есть у этой меры, что с ней можно делать, чего нельзя делать. вот какие-то множества измеримые, может быть, это вообще все множества, какие есть, или существуют ли неизмеримые множества. На самом деле, да, существуют. Вот. И вот сегодня очень хочется еще про это поговорить. Так, живы? Нормально? Можете соображать? Да, да. Хорошо. Так, ну тогда вот заголовок давайте такой. Аддитивность. Аддитивность меры Лебега. Итак, аддитивность меры Лебега. Ну и сюда я включаю да, конечную аддитивность и счетную аддитивность. Да, вот мы сейчас и ту, и другую будем доказывать. То есть, можно ли, если у меня есть два измеримых множества, не пересекающихся, можно ли считать меру их объединения как сумму их мер? Да, вот это вопрос. Вопрос непростой. Ну, а дальше вопрос, а если вдруг можно, да, то тогда отсюда следует, что и для конечного числа множество это можно. И возникает вопрос, а можно ли для счетного числа? То есть, есть ли сигма-аддитивность у таким образом построенной меры Лебега? Да, она тоже есть. Да, и вот сегодня я хочу с вами доказать и конечную аддитивность, и счетную. Ну, и вначале давайте сформулируем маленькую Лемму, которая нам сильно поможет. Лемма вот такая. Для любых двух множеств А и Б верно вот такое неравенство. Модуль разности внешних мер вот я даже не говорю, что А и Б измеримые, они вообще любые. Модуль разности внешних мер не превосходит внешние меры симметрической разности. Итак, модуль разности внешних мер не превосходит внешние меры симметрической разности. Так, ну, вначале я скажу, что верно вот такое включение Множество А содержится в объединении множества В С симметрической разностью множества А и В Вот посмотрите, пожалуйста, внимательно И скажите, правая часть, что это такое? Можно ли это как-то по-другому записать? Что такое множество В и симметрическая разность множества А и В? У меня два множества А и В Это А объединится Б, нет Да, совершенно верно Симметрическая разность Это вот эти части Но если мы теперь объединяем одно из множеств с симметрической разностью Значит, мы добавляем их пересечение И получается, что то же самое, что объединение Когда объединение множества А и В То тут понятно, что множество А в него входит Ну, а вот в эту конструкцию как бы не очень очевидно Но нам важно вот это Так, ну а теперь я воспользуюсь вот этим включением И скажу, что тогда Внешняя мера множества А По свойству внешней меры Не превосходит Внешней меры Вот этого объединения Да, это называется монотонность Внешней меры Если одно множество содержится в другом То мера первого не превосходит меры второго Да? Согласна? Да Как вы думаете? Как вы думаете, чем теперь мы воспользуемся? У нас что-то мера объединения меньше суммы Да? Да Полуаддитивность внешней меры Мера объединения не превосходит сумму мер Ну, здесь внешние меры, да Так Значит, вот это мы можем записать Вот смотрите, у нас появилась Внешняя мера симметрической разности Ну и отсюда давайте сделаем такой вывод Перенесем внешнюю меру множества b налево Да, и у нас тогда разность вот такая Внешняя мера А Минус внешняя мера Б Не превосходит Внешние меры Их симметрической разности Ну вот мы сейчас доказали Ровно половину От того, что нам нужно Да, у нас был модуль Вот мы доказали такое неравенство Без модуля Как нам вторую половину доказать? Да, вот это первый шаг был Ну, смотрите, у нас изначально была симметрия Между множествами а и b Вот В условиях леммы И мы получили вот такое неравенство Без модуля То есть у нас множество а стоит первым Множество b вторым Ну так что теперь надо сделать? Я никого не слышу У нас b первое, а второе Так, ну так Надо поменять их местами То же самое, да? Да, то есть сделать то же самое Только теперь взять множество b Как содержащиеся в Вот в таком объединении Да? Вот это тоже верно Это то же самое объединение Множество a и b Да? И тогда что получается? Тогда внешняя мера множества b Не превосходит Ну, давайте сразу распишем Да? Внешние меры множества a Плюс внешняя мера их симметрической разности Да? И отсюда тогда следует, что вот Разность Внешней меры b Минус внешняя мера a Не превосходит внешние меры Их симметрической разности То есть вот мы доказали два неравенства Да? И пара этих неравенств Дает нам неравенство с модулем Я уже не буду его переписывать Оно в условии леммы написано Так, все нормально? Согласны? Да, да Хорошо Ну, вот такая маленькая лемка Она позволяет Вот от обычной разности Да, числовой Перейти к симметрической разности множеств Ну, правда, перейти вот в одну сторону Да, здесь неравенство Так Хорошо Тогда Теорема Мы сегодня очень долго без теорем жили Правда, там у нас свойства были Да, важные и сложные Но вот Теперь сформулируем теорему Будем ее называть Так Конечная аддитивность мер или бега Конечная Аддитивность Мер или бега Итак Пусть у нас Есть Набор множеств А1 А2 Конечный набор АН Значит, это измеримые Поли бега Множество Значит, они измеримые И Множество А Представимо в виде их Дизюнктного объединения То есть они Эти АИТы Не пересекаются Тогда Ну, во-первых, мы уже знаем, что тогда множество А измеримо И мера множество А Равна сумме мер множества Итых То есть мера дизюнктного объединения равна сумме мер, входящих в него множеств Так, формулировка понятна? Меня слышно? Да, понятно Ага, хорошо Я просто боюсь, что я перестаю вас слышать Вот, вы как-то почаще там Дакайте Пожалуйста Хорошо Ага Так Ну что, давайте доказывать Значит Утверждение для Н множеств Оно будет следовать Из утверждения для двух множеств Да, поэтому давайте вначале докажем для Двух множеств Значит, да Пусть у нас множество А1 и А2 Измеримы Ну и тогда Да, для любого эпсилон Большего нуля Найдутся множества Б1, Б2 Да, я сейчас определение измеримого множества Воспроизвожу Значит, вот эти множества из кольца Давайте просто писать Р Да, понятно, да Что вот Это минимальное кольцо над сигма Ну а можно, в принципе, определять Вот продолжение Меры Вот просто с какого-то кольца Да, мы просто берем Б1, Б2 из него И все И мы можем как бы не спускаться дальше К полукольцу Ну, то есть Р это кольцо Так, ну и верны следующие Два неравенства Внешняя мера Вот такой Симметрической разности Меньше эпсилон И то же самое Для второй пары Множеств Так, значит Вот это у нас есть При этом у нас Множество А1 и А2 Не пересекаются Да, мы хотим Их дизюнтное объединение Смотреть Значит А1 в пересечении СА2 Пусто И тогда Я могу утверждать Вот такое Включение Пересечения Множеств В1 и В2 Содержатся В объединении Симметрических разностей Вот таких А1, В1 И А2 и В2 Так вот Посмотрите Это понятно Что у нас А1 и А2 Не пересекаются В1 и В2 Приближают Множество А1 и А2 Если мы Объединим Симметрические Разности То пересечение В1 и В2 Будет лежать В этом объединении А у нас такого Утверждения Уже не было? Или что-то Что-то похожее? Нет У нас было Другое Утверждение Там мы Мы брали Вот здесь Мы брали Другое Здесь мы брали Симметрическую Разность Объединений А1, А2 И В1, В2 А вот здесь В чем смысл Здесь у нас Если элемент Лежит Вот в этом Пересечении Значит он Лежит И в В1 И в В2 Да? Да Это значит Это значит Что он попадет Это значит Что он Вот здесь Попадет Куда? Да Вот В это множество Или вот В это множество Правильно? Да Вот это понятно? Насколько это понятно? Сложноват Ну можно попробовать Мне не хочется Очень строго доказывать Да Мы потратим Кучу времени Как бы По смыслу Ну давайте Попробуем нарисовать Да Вот у нас Множество А Не пересекаются Два синеньких При этом Сами В могут Пересекаться Да В могут Пересекаться Так И вот Представьте Теперь Да Вот это Пересечение Бэшек И у нас Есть Объединение Симметрических Разностей То есть Объединение Вот тех Ну вот Выступов Да Которые Есть А1 В1 И А2 В2 То есть Ну Картинка Конечно Это не Объяснение Ну то есть Она Помогает Понять Но Доказательством Не является Да является Объяснением Но не является Доказательством То есть Чтобы строго Это доказывать Нужно брать Да вот Элемент Из пересечения Говорить Что он лежит И в B1 И в B2 Так И что дальше Сейчас Вот всю цепочку Хочется восстановить Значит Он лежит И в B1 И в B2 Так Но при этом Он не может Лежать И в A1 И в A2 Да И тогда Мы говорим Что Он попадет Хотя бы В одно Вот из этих Двух множеств Либо Либо В первую Скобку Да Либо Во вторую Либо В обе Сразу Да Это правильно Да Денис Говорит Да Это правильно Спасибо Я вот Думаю Какие еще Слова Здесь можно Сказать Чтоб Это Пояснить Так 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 То есть Вот если бы Множество 1 А2 Пересекались То Это бы Уже Не выполнялось А потому Что у нас Была бы Общая часть Принадлежащая Обоим Множествам Да Мы уже Не могли Утверждать Вот это Включение У нас Были бы Точки Которые Которые Могут Вот сюда Не попасть Так Ну что Нормально Надо это Как-то еще Пояснить Ну Я могу Вам посоветовать Здесь вот Несколько Картинок Нарисовать Да Вот Каких-то Ну Самая легкая Картинка Здесь Когда B1 B2 Не пересекаются Да То есть Тут пустое Множество Получается Для него Это верно Да Когда они Пересекаются Да Вот Там Какими частями Они пересекаются Вот Наверное Несколько Картинок И Да Станет Станет Понятно Как вы думаете Как дальше Пользоваться Вот этим Включением Вот что Дальше Зачем Мне это Включение Нужно Внешняя Мера Тогда У нас Пересекаются Меньше Да Давайте Теперь Возьмем Внешнюю Меру От Одной Части От Другой Да Вот Мы Все Включения Обрабатываем Одинаково Мы Берем Внешнюю Меру Значит Внешняя Мера Левой Части Не Превосходит Внешнюю Меру Правой Части Ну а справа У нас Объединение Мы тоже Знаем Да Как можно Продолжить Да Теперь Внешняя Мера Объединения Не Превосходит Чего Суммы Мер Да Суммы Внешних Мер Угу Ну а Эти Внешние Меры Они Какие Каждая Из них Какая Они Меньше Эпсилон Да Ну просто Эпсилон Мы брали Да Я тут Решила Не выпендриваться Взять просто Эпсилон Потому что там Дальше Еще с этими Эпсилон Ну вот У нас Получается Что внешняя Мера Пересечения Бэшек Меньше Чем 2 Эпсилон Ну вот Сейчас я Пока Оставлю Этот результат И запишу Вот такое Утверждение Я Запишу Утверждение Леммы Да Вот у нас Да Была Лемма Наверное Для любых Двух Множеств Я запишу Возьму В качестве Множеств Соответственно А1 Б1 И А2 Б2 Да Давайте Вот это Запишем Сюда Просто Мера Мера Множество Из кольца Это Одно И То же Так И здесь Я тогда Могу Писать Что это Не превосходит Внешние Меры Их Симметрической Разности Которая Меньше Эпсилон И второе Такое Неравенство Для Множества А2 И Б2 Модуль Мер Их Разности Не превосходит Меру Их Симметрической Разности И это Меньше Эпсилон Значит Смотрите Какое Следствие Я отсюда Получу Если я Раскрою Модуль То Да Я получу Что вот Разность Внутри Модуля Меньше Эпсилон И больше Минус Эпсилон И я Возьму Вот Левую Часть Значит Вот Эта Разность Больше Сейчас Или Правую Часть Я хочу Сейчас Оценить Меру Множества B1 Чтобы Она Оказалась Больше Так Тогда Я возьму Меньше Да Вот Так И тогда Мера B Так Это B1 Тогда Мера Множества B1 Она кажется Больше Чем Внешняя Мера A1 Плюс Эпсилон Нет Минус Эпсилон Смотрите Внимательно Согласны И второе Такое же Неравенство Согласны Левы С этим Да Согласны Да То есть Вот эти Два Неравенства Они Следуют Из Неравенств Которые Из Леммы Получается Да Если Модуль Раскрыть С Одним Знаком Так Значит Да Вот еще Два Полезных Неравенства Так И теперь Давайте Рассмотрим Меру Объединения Множеств B1 И B2 Вот смотрите Я опять пишу Просто Мю Без звездочки Да Потому что B1 И B2 Это у нас Множество Из кольца Да На кольце Мера задана И это просто Мера Без звездочки Это не внешняя мера А обычная мера Она совпадает С внешней Да Потому что Объединение Тоже лежит В кольце Значит Как я могу Записать Я могу Представить Вот это Объединение Как Дизюнктное Сейчас Нет Давайте Даже без Дизюнктного Объединения Мы просто Вот так Запишем Да Это же На кольце Мы можем Записать Как сумму Мер Минус Что? Пересечение Минус Меры Так Только Не Минус Меры Пересечения Так И вот Теперь Так Так А Слушайте Вот так Вот так Сделай Вот здесь Поменять Знак Или Ну или Вот здесь Больше Минус Эпсилон Так Да Да И тогда Вот здесь Будет Знак Меньше Так Здесь Будет Знак Плюс Смотрите Внимательно Согласны Вот Синенькое Это Правильно Ну то есть То тоже Было Правильно Но нам Нужно В другую сторону Тогда Здесь Плюс Так Ребят Нормально Да 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 Мы Модуль С другой Стороны Раскрыли Так Ну вот Теперь Да Вот эти Меры Мы Оцениваем Вот этими Синенькими Неравенствами 1 Плюс Мера Внешняя А2 Плюс 2 Эпсилон Так А мера Пересечения Так А мера Пересечения У нас Где? У нас Тут Для нее Знак Меньше Да И это Получается Неправильно Мы Ее Должны Вычитать Так Сейчас Надо Подумать Вот это Плохо Получается Да Потому что Знак Мы Мы Легко Поменять Не можем Да У нас Вот здесь Включение Да Это Включение Оно Именно В такую Сторону Значит Вот этот Знак У нас Фиксирован Он Обязательно Меньше Мы Его Поменять Не Можем А Вот эти Знаки Мы Можем Менять Так Вот я Сейчас Думаю Возможно Мы Изначально Были Правы Когда Так Сейчас Одну Секунду Так Знаете Что Наверное Все-таки Наверное Все-таки В начале Я Правильно Сделала Так 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 Сейчас Как тогда Лучше Сделать Ну-ка Если я Сейчас Подменяю Все Ну Не все А вот Я сейчас Вернусь К этим Синеньким Их Не буду Делать Так Смотрите Возвращаемся На предыдущий Шаг Вот это Берем Все-таки И Вот здесь Я буду Ставить Знак Больше На самом Деле Тут Как бы Вот Какой Вот здесь Будет Знак Мне Сейчас Не сильно Важно А Нет Мне Важно Да Извините Мне Вот здесь Важно Ставим Знак Больше Значит Что Тогда Тогда Вот Меры B1 B2 Да Я Вот Использую Эти неравенства Так Значит Это Будет Верхняя Мера Так Ребят Следите Да Хорошо Минус 2 Эпсилон Верно Да И минус Вот теперь Мы берем Оценку Для Меры Пересечения У меня Тут написано Внешняя Мера Да Но она Совпадает С обычной Мерой То есть Вот эта Звездочка Она Получается Да Лишняя Но если Она написана Это тоже Не ошибка Так Значит У нас Получается Мера Пересечения Меньше 2 Эпсилон Да И здесь Она со Знаком Минус Значит Да Сюда Еще 2 Эпсилон Мы Вычитаем Да И знак Получается Больше То есть Вот теперь У нас Все знаки Правильные Да Мы Вычитаем Что-то Что-то Больше Чем 2 Эпсил Значит Это Будет Больше Чем Да Вот Эта Величина Минус 2 Эпсил Так Согласны Вот С этим Да Ура Так Значит Вот Я Переписываю Складываю Эпсилон Ки Это Минус 4 Эпсилон Так Ну и Еще Еще Одно Действие Так Которое Нам Нужно Значит Так Еще Давайте Используем Включение Которое Мы уже писали Вот Которое Мы уже Использовали Для 4 Множеств 1 А2 Их Объединение Взятое Симметрической Разностью С Объединением B1 B2 Да Вот Эта Конструкция Входит В Объединение Симметрических Разностей И Вот Это Включение Я Использую Следующим Образом Пропал Звук Пропал А теперь Слышно Да 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 Теперь Есть Ага Хорошо Да Отлично Денис Спасибо Вам Вы Нас Выручаете Так Значит Что Получается Мы записали Да Вот Это Включение И Теперь Мы Пишем Утверждение Леммы Для Множеств Для Двух Объединений 1 Объединенное С А2 И B1 Объединенное С B2 Сюда Лемма Утверждает Что Что Разность Их Внешних Мер Не Превосходит Внешние Меры Их Симметрической Разности Да Вот Это Лемма А Теперь Вот Это Включение Да Вот У 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 Вот Этой Симметрической Разности И Тогда По Включению Я могу Оценить Это Внешней Мерой Вот Этого Объединения Согласны Да Согласна Так А теперь Это Объединение Я Распишу Опять же Оценю Сверху Как Сумму Мера Этого Объединения Не Превосходит Суммы Внешних Мер Так Лишние Скобки Вот Этих Симметрических Разностей Так Ну а Каждый Из них У нас Меньше Чем Эпсилон Да По Ну По Определению Вот этих Множеств Так Тут Б1 Только Конечно По Определению Множеств Б1 Б2 Да И значит Это Меньше Чем 2 Эпсилон Так Ну и Отсюда Я Какой Сделаю Вывод Значит Да Вот этот Модуль Разности Я его Раскрою Таким Образом Я его Раскрою Со знаком Плюс Да Значит Разность Вот этих Внешних мер Меньше Чем 2 Эпсилон И тогда Внешняя Мера Объединения Вы помните Что мы Доказываем Кто Помнит Что мы Доказываем Конечно Летелось Да Ну а По Смыслу То Что Что У нас Мера Равно Что Да Что Вот это Множество Один Объединенное Со 2 Что Его Мера Это Сумма Мер Да Так Сейчас А мы Объединение Оценивали Знаком Больше Значит Здесь Тоже Мне Нужно Знаком Больше Оценивать Так Возвращаемся Значит Больше Да То есть Модуль Раскрываем То Что Внутри Модуля Больше Чем Минус 2 Эпсилон Значит Вот Эта Мера Больше Чем Мю Со Звездочкой От Б1 Так А зачем Я Звездочку Тут Пишу Не Надо Да Тут Можно Не Ставить Потому Что Б У нас Из Кольца Так И Минус 2 Эпсилон Согласны Ребят Согласны С этим Да Согласна То есть Мы Модуль Раскрыли Как То что Внутри Модуля Больше Чем Минус 2 Эпсилон Так Ну а Теперь Вот эту Меру Мы Оценивали Тоже Да Она Была Больше Чем Да Вот Здесь Видите Она Больше Чем Сумма Мер А1 И А2 Да Там Было Минус 4 Эпсилон И еще Минус 2 Эпсилон Будет Минус 6 Эпсилон Итак Вот Смотрите Мы Получили Очень Важное Неравенство Что Внешняя Мера Объединения Двух Наших Множеств Больше Чем Сумма Внешних Мер Этих Множеств Минус 6 Эпсилон И вот Это Верно При Любом Положительном Эпсилон Давайте Теперь В этом Неравенстве Перейдем К пределу При Эпсилон Стремящемся К нулю Ну К нулю Справа Эпсилон Положительно Что произойдет При переходе К пределу Понятно Что 6 Эпсилон Превратится В ноль Что еще У нас Неравенство Верно Ли Вот Тогда Да У нас В левой Части Эпсилон Нету Вот так Верно Перешли к пределу Да Верно Так Все остальные Тоже согласны Что верно Да А ничего Что это противоречит Тому Что мы хотим Доказать Мы хотим Доказать Что вот здесь Знак Равно Между ними Да Ведь Мы хотим Доказать Равенство Да Что мера Объединения Объединение Здесь Дизъюнктное Что мера Объединения Равно Сумме Мер А мы Тут получили Что строго Больше Что-то Тут не то У нас был Предельный Переход В неравенстве Да То есть У нас Есть Две функции Вот есть f от x Которая Больше Чем g От x Следует Отсюда Что предел f от x Да В какой-то Точке x нулевое Больше Чем предел g от x Вот это верно Это неверно Так А как верно Больше Либо равно Больше Либо равно Так Это кто Говорит Кто 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 Это не Олег Это Даня Хорошо Больше Либо равно То есть При переходе В неравенстве К пределу Из строгого Неравенства Получается Не строгой То есть Вот здесь Обязательно Больше Либо равно Переходя К пределу Мы можем Получить Равенство Так Значит Вот так Мы получили Вот это Уже Корректно И правильно И это Не противоречит Тому Что мы Доказываем Так Но С другой стороны Смотрите Мы знаем Свойства Внешние Меры Да Которая Говорит О том Что Внешняя Мера Объединения Что Как связано С мерами Самих Множеств Меньше Либо равна Чем Да Да Меньше Либо равна Чем Сумма Ну вот Смотрите У нас Есть Теперь Два Неравенства Давайте Я их Красненьким Подчеркну Так Вот Так Такое И вот Такое Да Тут Все Меры Это Числа Да То есть Это Неравенство С числами Ну И понятно Что Из этих Двух Неравенств Следует Равенство Да Что Внешняя Мера Объединения Равна То есть Она Если Она Одновременно Больше Либо равна И меньше Либо равна То Это Значит Что Между Неравенство Итак Давайте Еще раз Посмотрим Доказательство Большое И сложное Мы доказывали Конечную Аддитивность Меры Лебега Мы взяли Два Измеримых Множества Вот Кстати Да Я везде Писала Ну Почти Везде Писала Внешнюю Меру Хотя Да На измеримых Множествах Мы могли бы Просто Ме Обозначить Но На самом деле Внешнюю Меру Нам сейчас Писать Удобнее Потому что Мы Ссылаемся На свойства Внешней Меры Так что Тут Я намеренно Это делала Значит Мы взяли Два Измеримых Множества Мы записали Что это Означает Да Значит Найдутся Два Множества Из кольца Которые Приближают Эти Множества Ну Вот Да В таком смысле Приближают Да Что внешние Меры Их симметрических Разностей Меньше Эпсилон Дальше Мы Доказали Вот такое Неравенство Для Меры Пересечения Да Вот здесь Звездочка Она Лишняя Можно ее Не писать Да Что Мера Пересечения Меньше 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 Чем 2 Эпсилон Пересечения Бэшек Да Вот это Как бы Одно Неравенство Следующее Полезное Неравенство Ну вот Это Вспомогательное Неравенство Следующее Полезное Неравенство Это Мера Объединения Бэшек То есть Мы Оценили Меру Пересечения Сверху А Меру Объединения Мы Оценили Снизу Вот Таким Числом Сюда Вошли Меры множеств а. И дальше мы взяли меру объединения ашек и оценили ее снизу суммой ашек с точностью до 6 эпсилон. И перешли к пределу. За счет того, что здесь знак больше, мы получили в пределе больше либо равно. Ну а противоположное неравенство следует просто из свойства внешней меры. То есть мы получили два противоположных неравенства, которые пересекаются по равенству. Условно говоря, так. Конечно, слова не очень грамотные, но смысл они отражают. И отсюда тогда следует равенство. Это для двух множеств. Ну и понятно, что отсюда мы можем обобщить на любое конечное количество множеств. То есть от двух перейти к трем и так далее. И тогда для любого конечного множества, для любого конечного набора не пересекающихся множеств у нас будет верно то, что при объединении этих множеств их меры складываются. Ребят, вопросы? Ну вот, конечно, доказательство сложное. Тут много технических моментов. То есть вот эти всякие технические переходы, вот эти включения, которые не такие, чтобы уж очень простые. То есть вот здесь мы двумя включениями пользовались. Вот таким неочевидным и вот этим тоже неочевидным. Так, а почему отсюда не следует счетная аддитивность? Ну а почему она должна отсюда вот сразу следовать? То есть для любого конечного количества – да, это верно. Да, а дальше, почему мы можем перейти к пределу? Ну, на самом деле, как бы у нас нет таких оснований, да, чем мы можем оперировать. Вот у нас, ну если у нас, да, для любого конечного количества множеств это верно, ну мы можем, да, там частичные суммы строить. Ну, почему для предела это будет верно? Вопрос открытый. Да, и вот сейчас следующая теорема, она как раз о счетной аддитивности, да, и вот мы будем аккуратно ее доказывать. Так, ну что, поехали. Так, теорема вторая, получается, счетная аддитивность. Она же сигма-аддитивность. Меры Лебега. Тут даже можно сказать, что измеримость счетного объединения, да, вообще говоря, под вопросом, то есть, вот теорема у нас будет звучать так, объединение счетного числа измеримых, не пересекающихся множеств, измерима, и мера, да, вот этого дизюнтного объединения равна сумме мер. Итак, объединение счетного числа. На самом деле, для измеримости объединение не обязательно дизюнтное. То есть, объединение счетного числа измеримых множеств измеримо. И можно записать вот так, что мера объединения дизюнтного равна сумме мер. Ну, где все аиты, конечно, измеримы. И от единицы до бесконечности. Ну, и вот доказательство здесь будет разбиваться на два пункта. Да, во-первых, мы докажем измеримость объединения. Ну, и во-вторых, уже будем доказывать, что меры можно складывать. Да, давайте так, измеримость. Ну, и вот здесь очень хочется перейти к множествам, которые не пересекаются. Но давайте все-таки изначально возьмем произвольный набор множеств измеримых. И если среди них есть какие-то множества, которые попарно пересекаются, то давайте рассмотрим вот такие конструкции. АН-ное штрих – это множество, которое получается как разность. АН-ного и объединение всех предыдущих. Ну, давайте, аитых. От первого до Н-1. А вот смотрите, если мы построим вот такую цепочку множеств, АН-штрих – это АН-ное минус все предыдущие множества. Тогда получается, что в множество АН-штрих попадают все те элементы АН-ного, которые не содержатся ни в одном предыдущем множестве. Правильно? Согласны? Скажите что-нибудь. Меня вообще слышно? Да, можно еще раз. Итак, вот мы строим вот такую конструкцию. Ну, то есть, что это означает? При n равном единице, да, тут как бы ничего не получается, для первого это не нужно. Да, вот мы строим… Ну, давайте тогда так, А1-штрих просто равно А1. Да, теперь мы строим множество А2-штрих. Это А2-а-1. И тогда А1-штрих и А2-штрих, они не пересекаются. Да? У них нет общих элементов, потому что мы из А2-штрих вычли А1. Теперь мы берем А3-штрих. Это А3-я минус объединение А1 и А2. То есть, мы из А3-го убрали все элементы, которые попадали в А1 и А2. Вот теперь эти три множества. Они могут пересекаться? Ну, какие-то попарно. Нет. Нет, не могут. То есть, у них никакая пара множеств не пересекается. Ну, так и так далее. Да, мы возьмем А4-штрих. И мы тогда из нового множества А4 удалим все то, что попадает в предыдущие три множества. И тогда в множестве А4-штрих нет никаких элементов, которые лежат в каком-то другом множестве. И тогда, опять же, А4-штрих не будет пересекаться ни с одним из предыдущих множеств. И так далее. Да, вот каждое следующее множество, оно не будет пересекаться ни с одним из предыдущих. И это значит, что вот этот новый набор множеств, АН-штрих, в нем любые два множества не пересекаются. Значит, они попарно не пересекаются. Но при этом мы не выкинули никаких лишних элементов. Да, то есть вот ничто не потерялось. Ну, и тогда будем дальше работать вот с этими множествами. Да, потому что нам это удобней. И тогда мы можем, вот, да, главное для нас, что? Что значит, что ничего не потерялось? Объединение всех АН-ных. Теперь мы можем представить в виде дизюнтного объединения АН-штрих. Правильно? Согласны? Да, согласна. Ну, и давайте это объединение обозначим множеством А. То есть мы перешли от каких-то, возможно, пересекающихся множеств уже точно к набору попарно не пересекающихся множеств. Ну, и дальше давайте, да, вот эти штрихи опустим, да, чтобы нам штрихи не писать. То есть теперь вот обозначим АН-штрих просто за АН-штрих. То есть мы теперь можем забыть, да, что у нас изначально какие-то они были другие. Так, ну, давайте рассмотрим конечную сумму. Значит, я возьму сумму мер окатых, конечную сумму из N множеств. Да, значит, вот. Да, это окатая штрих, но уже штрих не будем писать. Значит, давайте так вот. Да, последний раз его поставим. Да, и дальше я говорю, что штрихи не пишем. Значит, что мы можем сказать? Мы можем сказать, что это есть мера объединения дизюнктного. Да, вот по предыдущей теореме мы доказали, что раз множество, конечное число непересекающихся множеств, сумма их мер равна мере их объединения. Ну и тогда, да, у нас что получается? Эти множества, они измеримы. Да, значит, их мера – это есть внешняя мера. Получается, внешняя мера объединения. Про нее мы знаем, что она не превосходит внешние меры самого множества А. Да, так как объединение, вот это, конечное, оно будет лежать в множестве А. Смотрите, вот это вот понятно. У нас множество А – это счетное объединение, то есть объединение бесконечного количества непересекающихся множеств. А мы из них взяли какой-то конечный набор. То есть если мы его дополним вот тем хвостом, то мы получим ровно множество А. Ну а пока мы не дополнили, мы получаем просто вот такое включение. И тогда мы можем вот это неравенство написать. Согласны? Да, да. Хорошо. Но отсюда какой мы вывод делаем? Если мы теперь будем переходить к пределу вот в этом равенстве, при n, стремящемся к бесконечности, то у нас вот это неравенство сохранится. А здесь какое-то число. Да, внешняя мера, она всегда существует, дает некоторое число. И у нас получается, что вот частичные суммы этого ряда, а ряд положительный, да, частичные суммы ограничены сверху. Да, то есть отсюда следует, что вот этот ряд уже настоящий, с бесконечным числом слагаемых, что вот этот ряд сходится. Так, смотрите, еще раз, да, у нас есть положительный ряд, его слагаемые, ну, не отрицательные, да, больше либо равные нуля. И для любого n, да, у нас любая, да, вот здесь написано частичная сумма, то есть сумма первых n слагаемых, она всегда оказывается ограниченной сверху. Да, с ростом n у нас частичная сумма будет расти, но ограничение сверху остается всегда, да, от n вот это число не зависит. Это означает, что ряд сходится, то есть у частичной суммы будет конечный предел, который будет суммой ряда. Так, ну, а теперь мы воспользуемся свойством сходящегося ряда. Сходящийся ряд – это такой ряд, у которого остаток стремится к нулю. Да, следовательно, его остаток стремится к нулю. Ну, или я могу это записать таким образом. Для любого, для любого epsilon у меня найдется такой номер n большое, ну, конечно, натуральный, что остаток, что такое остаток? Это сумма всех членов ряда, начиная с какого-то, да, не с первого, а вот с какого-то, с n-ного. Стремится к нулю, значит, будет меньше epsilon, ну, или меньше, чем epsilon пополам. Так, ребят, вот это понятно? Вот эта вот сумма – это остаток нашего ряда, вот этого. Да, мы можем частичную сумму записать до n-1, и тогда, да, весь хвост – это сумма, начиная с n большого до бесконечности. Если ряд сходится, то его остаток стремится к нулю, значит, остаток может быть сделан меньше, чем, да, вот любое наперед выбранное число. Так, ура! Ну, давайте теперь обозначим, да, вот саму частичную сумму, только я возьму не сумму мер, а множество. То есть, вот объединение окатых от единицы до n-1. Да, вот такое объединение конечного числа множеств. У нас множество измеримые, да, по конечной аддитивности у нас c тоже будет измерима. И еще мы знаем, что множество c содержится в нашем множестве a. Да, вот у нас это уже было записано. Ну, тогда у нас найдется такое множество b из кольца. Да, я вот сейчас измеримость пишу. Такое, что внешняя мера их симметрической разности меньше, чем ε пополам. я теперь хочу сказать, что вот это множество b, оно подойдет, чтобы приблизить множество a, доказать, что a измеримо. Для этого я скажу следующее. Я скажу, что так как симметрическая разность множества a и b содержится вот в таком объединении, если я объединю c и b, если я объединю симметрическую разность множеств c и b с хвостом. Значит, c у нас было до n-1, хвост тогда с n-1. Итак, посмотрите, пожалуйста, вот такое включение, верно? c входит в a. То есть вот мы выделили кусочек, да, симметрическая разность b с каким-то под множеством множества a и плюс хвост. Согласны? Так, ну давайте попробуем нарисовать. То есть первое, получается, n-1 член из a, они у нас будут симметрической разности вот этой c-1. Да, да. c это вот набор из n-1 множества. То есть мы b пересекли, ну не пересекли, да, симметрическую разность сделали с n-1 множеством и хвост отдельно записали. Да, хвост мы не… с хвостом мы не делали симметрическую разность, но это здесь просто включение. Да, здесь равенства нет. Так, ладно, не буду тогда рисовать. Так. Ну тогда мы можем отсюда для внешней меры получить неравенство. Мы тогда скажем, что внешняя мера вот этой симметрической разности. Что мы хотим доказать? Мы хотим доказать, что множество a измеримо. Да, и вот я утверждаю, что вот эта симметрическая разность окажется меньше epsilon. Да, и вот давайте сейчас это покажем. Да, я получаю неравенство вот такое. Симметрическая разность вот этого множества. Да, и можно сразу, да, вот здесь объединение, давайте сразу перейдем. Внешняя мера объединения не превосходит… суммы внешних мер. Вот так. Согласны? Смотрите внимательно. Я пропустила один шаг. Да, здесь внешняя мера объединения, она не превосходит суммы внешних мер. Ребята, согласны? Да, согласна. Ну так и все. Смотрите, уже получилось. Вот эту внешнюю меру мы оценивали, меньше, чем epsilon пополам, за счет того, что c измеримо. Вот эту внешнюю меру мы тоже оценивали. Вот она. Да, тоже меньше, чем epsilon пополам, так как это хвост ряда. Сейчас. Нет, погодите. Что-то не то. Нет, они дизъюнктные, поэтому у нас внешние меры совпадают с обычной мерой, и поэтому мы так можем записать. Нет? Они дизъюнктные. У меня вот здесь не очень хорошо. Нужно было здесь сразу меру снаружи написать. Почему? Потому что значит, они, во-первых, дизъюнтные, во-вторых, этот ряд сходится. Сейчас. Нет, не очень корректно получается. Еще один шаг. Еще один шаг. Пропущен. Но тут речь про внешнюю меру. То есть это не просто мера. Мы не можем ее взять и вот внутрь внести. Да, это неправильно. Мы еще не доказали. А мы можем сказать, что так как у нас сумма мер о катах сходится, то, как бы, исходя из предыдущих аналогий, мы просто можем записать это как меры от объединения, ну, этого дизъюнтного объединения. Значит, у нас сумма мер о катах сходится. То есть у нас здесь есть конечный предел. Мы говорим, что мы рассматриваем хвост. То есть здесь, вот давайте, мы здесь можем пользоваться на самом деле просто свойством внешней меры. Да, вот если мы с вами вернемся далеко-далеко назад, когда мы только ввели внешнюю меру. А там же для конечного, нет? Набора это верно. Вот там это верно. Для любого набора. То есть вот это вот утверждение верно для любого набора. Здесь набор не обязательно конечный, он может быть и счетный. То есть вот за счет того, что это внешняя мера, то есть это, как бы, она применяется к любым множествам. Да, здесь мы просто оперируем, вот в этом свойстве, мы просто оперируем свойством покрытий и свойством инфимума. То есть здесь, ну, как бы, это даже не свойство меры, это получается просто свойство инфимума. Да, если мы берем... Почему для счетного это верно? Потому что у нас есть ну, там, теорема ой, кого она? Гейн и Борреля, да, что из счетного покрытия всегда можно выбрать конечное покрытие для компактного множества. Да, то здесь вот мы можем тоже, как бы, объяснить, почему это так. То есть счетность здесь, она не, как бы, не добавляет проблем именно для внешней меры. Другое дело, что если там множество какие-то, может быть, неизмеримые, да, то мы не можем к обычной мере, к мере Лебега перейти. Ну, а для внешней меры это верно. Поэтому здесь мы, получается, пользуемся свойством внешней меры. Так. Сколько мы сегодня много сделали? Да, значит, вот эта штука меньше, чем эпсилон полам по свойству внешней меры. Так, ну и получаем эпсилон, да? Ну, у нас же вот этот ряд, он оценивается как сумма обычных мер, то есть исходные. Ну, потому что у нас окаты измеримы, да. То есть у нас внешняя мера, внешняя мера окатова совпадает с обычной мерой. То есть вот сюда я могу, да, вот сюда могу ставить звездочку, могу не ставить, они совпадают. Спасибо. Угу. Так. Ну, так вот все, да. Вот у нас внешняя мера симметрической разности меньше эпсилон. То есть мы подобрали такое множество B, которое приближает множество A. Да, ну, значит, множество A измеримо. Так. Это был первый пункт. мы доказали измеримость счетного объединения измеримых множеств. Да, и при этом объединение может быть как дизюнтным, так и обычным. То есть множество могут пересекаться. Так. Ну, теперь давайте докажем вот то, что можно складывать. да, докажем, что можно суммировать множество. что мера множества A, то есть множество, состоящего из непересекающихся множеств аитых, это есть сумма мер аитых. А у нас измеримо, да, значит, я могу писать меру обычную без звездочки. Да, и мера Лебега совпадает со внешней мерой. Так. Ну, вот я опять буду писать частичную сумму то есть давайте возьмем какое-то N натуральное, естественно, и рассмотрим меру конечного дизюнтного объединения. Да, по предыдущей теореме мы можем просто просуммировать меры да, и так как у меня вот это конечное объединение содержится в множестве а, то это будет меньше либо равно, чем мера множества а. Согласны? А так как у нас вот это объединение да, входит множество а. Да, мы про это уже говорили чуть раньше. Так, нормально, ребят? Эй-эй, меня слышно? Да, все хорошо. Хорошо. Ну, а теперь мы N стремим к бесконечности. Да, и опять сделаем предельный переход, но здесь неравенство изначально не строгое. Да, то есть, по сути, ничего не изменится. Да, тогда вот эта сумма уже сумма ряда получается не превосходит меры множества а. Так, это с одной стороны. Ну, и как вы, наверное, догадываетесь, теперь мы напишем неравенство в другую сторону и из этих двух сделаем вывод о том, что на самом деле равенство. Значит, почему можно получить неравенство в другую сторону? Если мы возьмем объединение всех множеств, объединение всех окатах, я пишу вот такой значок, да, потому что здесь не важно то, что оно дизъюнтное, то вот это объединение является покрытием множества А. То есть, множество А в нем содержится. Да, на самом деле А равно, ну вот, да, А содержится в самом себе. Для нас важно именно включение сейчас. Ну, а тогда для покрытия да, мы можем утверждать, что вот это как раз свойство внешней меры, да, что сумма мер множеств из покрытия больше либо равна, чем мера множества, которое в нем содержится. Согласны? Эй, эй, да, все, уже все все сдохли. Не, ну, просто какие-то понятные вещи пока что. Так вы тогда говорите, да-да, поехали дальше, тут все понятно, все просто. Так, ну и понятно, да, отсюда следует равенство. То есть вот это стандартный прием, когда, да, чтобы получить равенство, доказывают два неравенства. Да, такие вот. Ну, они не противоположные, да, но вот больше либо равно и меньше либо равно. и отсюда делают вывод о равенстве. Так, ну вот получилось, да, значит, мы можем теперь утверждать, что мера Лебега является счетно-аддитивной и можно отсюда получить несколько полезных следствий. Давайте их оформим как следствие. Значит, первое следствие. Пересечение счетного числа измеримых множеств измеримо. Пересечение счетного числа измеримых множеств измеримо. Как это называется? Когда мы можем брать счетные пересечения и не выходить за вот рамки класса множеств. Дельта. Угу, да. Это дельта-кольцо. Почему это так? Ну, потому что мы можем пересечение даже счетное выразить через объединение. Да, вот сегодня уже вспоминали формулы Де Моргана. Да, они как в логике, они такие же и для множеств. Я могу пересечение записать как дополнение дополнение. дополнение чего? Объединение дополнений. Да, вот это верно. И для счетного количества это тоже правильно. Так, это верно? Ну, мы, кажется, уже писали так. Только мы писали для конечного числа, а теперь для счетного. Для счетного все то же самое. То есть вот что тогда получается? Если у нас все окаты измеримы, то тогда их дополнение измеримо, объединение до счета на объединение измеримых измеримо и еще раз дополнение. Да, то есть вот тогда счетные пересечения тоже возможны. Но здесь обязательно должна быть единица. Да, вот если единицы нет, то уже возникают сложности. Так, меня слышно? Да, все понятно, идем дальше. Да. Ну, и тогда мы можем сказать, как можно описать множество всех измеримых множеств. Итак, множество. Вот мы чуть раньше говорили, что это кольцо и что это алгебра. Давайте уточним. Множество измеримых множеств является измеримых множеств является чем? Как можно алгебру еще усилить, улучшить? Сигма-алгебра. Сигма-алгебра. Ну, тогда множество измеримых множеств является сигма-алгеброй. Можно сказать дельта-алгебра. Это тоже верно, потому что мы можем пересечения брать. Ну, вот на самом деле объединение это более как-то важная, более нужная вещь. Итак, множество измеримых множеств является сигма-алгеброй. Итак, это сигма-алгебра множеств. так, ну вот смотрите, мы сделали сегодня с вами довольно много. Это не все, что я хотела, но мне кажется, продолжать уже будет слишком жестоко, как вы считаете. Вот на самом деле нам из таких свойств осталась еще непрерывность меры Лебега. это свойство, которое позволяет переходить к пределу в последовательности вложенных множеств. То есть, если у нас есть вот такая конструкция А1 содержит в себе А2, оно содержит в себе А3 и так далее. У нас на твере вероятности было такое? Ну, наверное, должно было быть. То вот если я теперь буду пересекать все эти множества, ну, они все измеримые, конечно, да, то вот мера пересечения как связана с этим? Просто мера АН-ного будет. Ну, тут нет АН-ного. Вот их бесконечное количество. А нулевое равное? Почему нулевое? Не обязательно. Ну, просто значит, пределу... Пределу, да. При стремящемся к бесконечности. предел меры АН-ного. То есть вот это называется непрерывностью меры. Ну, и можно в обратную сторону. Да, если, да, вот вложение наоборот, то есть расширяющийся набор, и мы берем объединение, но здесь надо, чтобы единица была, да, то есть, чтобы они на бесконечность не уходили, то, да, вот наоборот тоже будет верно. Мера объединения равна пределу меры. Вот. Ну вот, наверное, сейчас уже не будем доказать, доказывать, там тоже оно не очень просто делается. Ну, и еще про полноту надо немножко сказать, да, что такое полнота меры, наверное, тоже вы как-то это использовали, да, на вероятности. Нет? Мера называется полной, если любое подмножество, множество меры ноль измеримо, ну, и имеет меру ноль. То есть, вот вообще говоря, не всегда так. То есть, если есть множество меры ноль, то можно придумать множество, которое в нем содержится и не является измеримым. Ну, а мы в следующий раз докажем, что вот таким образом построенная мера, да, вот как сейчас продолжение меры поли-бегу, оно является полным. Но там через внешнюю меру это становится очевидным. И, наверное, еще в следующий раз построим пример множества, которое не является измеримым. Да, этот пример будет показывать, что вот не любое множество, да, можно приблизить, где у нас определение, где-то очень далеко. Так. Да, но на доске бы точно это все не поместилось. Вот, да, вот не для любого множества А найдется такое множество В из кольца, что вот внешняя мера меньше эпсил. Да, и мы в следующий раз построим множество, для которого вот это неверно. Да, мы покажем, что есть противоречия. Так что класс множеств, измеримых полей-бегу, не содержит в себе все возможные множества. Да, вот в том пространстве, в котором мы работаем. Так, есть ли вопросы вот по тому, что сегодня было? Вроде все понятно. Значит, ребят, я вам советую, вот материал довольно сложный, я вам советую перечитывать конспект, да, можно вот экран, да, кому что удобнее, можно, да, конспект текстовый, который я скидываю, да, перечитывать, попытаться, вот воспроизводить, какие-то рисунки где-то делать, да, потому что вот операции со множествами часто понятные становятся на рисунках, что-то пытаться воспроизводить самостоятельно. Ну, а в следующий раз, в следующий раз продолжим. Так, тогда на сегодня все, прощаемся. У кого там с типовиками что-то, у меня там несколько лежит работ, вот я в ближайшее время проверю, не получается у меня сразу отвечать, извините, у меня тут завал с работами, очень много всего, вот, но, да, постараюсь в ближайшее время всем ответить, да, присылайте еще, у кого что недоделано, задавайте вопросы, да, тогда вот встретимся через неделю. . . . . Продолжение следует...